объяснение формирования мира в том числе и богов люди строят на том что им более привычно если каждый из вас попробует описать какую-нибудь картину мира он рано или поздно придет к тому что ему придется показывать демонстрировать какие-то легкие такие примеры из которых его слушатели могли бы уловить его концепцию и более лучше ее понять абсолютно таким же образом происходила вся историческая подвижка при объяснении того или иного бога я сейчас закончил книгу и работу над этой книгой которая посвящена концепции бога я думаю что я ее представлю скором времени и надеюсь что она понравится вам потому что сама концепция в ней абсолютно уникальная такое я думаю что не было ни у кого и смысл этой книги именно в этой концепции он и заключается я коротко расскажу саму историческую часть этой концепции на мой взгляд сначала люди были естественно намного глупее чем сегодня как и будущее наше поколение мы кстати привыкли говорить вот у нас дети ничем не занимается внуки там только сидят около компьютера все такое прочее но дело в том что мы сами были такими же и нас также пеняли наши родители просто мы этого никогда не помним что мы вот были такие непослушные и нам все время хотелось чего-нибудь новенького человеческая жизнь человеческой популяции на том и заточено что люди на чем-то поднимаются формирует свое мировоззрение а потом по всей жизни плывут уже на этой лодочке полученных знаний а детей рожают они уже в новых условиях когда все лодочки сменились представьте вот что раньше например на охоту ходили с луком и копьями и много людей при этом были достойны и они действительно все это впитывали с молоком предыдущих своих поколений но их дети уже начали ходить в тот самый лес с ружьями и естественно сами старики не всегда могли переключить свое сознание на ружья а дети совершенно не хотели использовать ни луков ни стрел хотя им деды и бабки говорили ну как же ведь столько поколений это же такое надежное оружие бесшумное все такое прочее а вот ты громыхаешь из пушки все звери разлетятся как будто они не разлетятся от вопля ранены или убиты дичи вполне разлетятся но здесь вот к чему я клоню к тому что в каждом регионе жизнь проистекала собственным каким-то путем кто-то специализировался на одном кто-то на другом кто-то на третьем и вот представьте теперь что мы с вами независимый какой-то такой инспектор или наблюдатель приходим к одним другим к третьим и сдаем им один и тот же вопрос об одном и том же явлении они нам начинают говорить то отвечать на наш вопрос таким мировоззрением которым они обладают на тот момент времени это раз а второе у себя на своей территории вот именно из этого и появились различия в интерпретациях божеств вот в чем фишка была теперь я вернусь опять к описанию бога люди были поглупее давайте с этим все таки так ну не то что смиримся но это правда и когда нам говорят о шалиньских там каких-то этих бойцах то это бред сивой кобылы которая просто знаете даже за эту сивую кобылу немножко жалко потому что такой бред который даже ее не достоин почему потому что сейчас китайцы и японцы мало побеждают в боях и я не знаю где их и когда учили сколько тысячелетий но видимо ничему не научили почему потому что у них нет этого мировоззрения нет мировоззрения бойца и они все свои шаолини воспринимают как ритмическую гимнастику когда они перестраиваются в эти длинные одежды превращается в девушку и начинают махать крыльями якобы кого-то без контакта или контакта поражая в реальных поединках я вот например являясь уже лет наверное двадцать советником президента федерации рукопашного боя россия я очень много времени и сил потратил на изучение вот со своей стороны этого вида спорта я вам могу стопроцентно сказать что сильнее наших бойцов наших имеется ввиду белых ну может быть вот чем метис и казахи они может быть еще так более-менее на сегодняшний момент обладают силой потому что в казахстане рукопашный бой введен чуть ли сейчас не в государственную программу поэтому у них много денег на это выделяется бойцы естественно получается сильные а шаолиньских мы не видели но дело в том что даже пусть они где-нибудь там приходили вот с такой этикетки шаолинь вопрос не в этом а в том что тогда вот эти сотни тысяч лет тому назад не было ни самих китайцев ни японцев естественно эта история знает но самое главное что не шаолини не было не вот этих видов боевых искусств тогда люди не понимали смысла этой битвы смысла этой драки и например в русских народных сказках как написано как велес бился с кощеем или с богатырем по имени поленин сойдемся мол типа давай это сойдемся вот разошлись на расстояние сбежали стукнули друг друга оглобли в виде копья и сидят раздумывают кому чего причинилось и биться ли второй раз вот вся драка была понимаете это богатыри а я про простых людей уж даже не говорю не бились по-другому не знали ни приемов не этих вы сами можете кстати все это изучить даже то самое самбо собиралась только в нашем двадцатом веке из отдельных приемчиков из разных видов борьбы а шаолинь претендует я условно говорю на максимум приемов там самбо в квадрате условно говоря со всеми этими полетами почему я так этим мастерам мастерам в кавычках китайских боевых искусств прицепился потому что и на нашей земле на нашей с вами земле та же самая ситуация складывалась люди были поглупее были не такие образованные не было передачи достаточное количество знаний и вот в таких условиях они сидели в своих деревнях и городах малых городах ну например в той же испании только в двадцатом веке самый главный город столица перешагнул рубеж там 20 или 30 тысяч представляете то есть это была деревня деревня нам парили что это была империя империи а там просто ну империю ставить не на чем было просто не на чем если иметь ввиду что империя это какое-то такое боевое государство и вот теперь главному перейду дело в том что наши например вот на руси наши воспринимали мифологию свою строили и воспринимали ее на тех животных на тех людях на тех объектах субъектах и взаимоотношениях которые окружали что наиболее ценного в нашей русской деревне было это естественно кормилица корова корова это была главная часть на что нанизывалась полностью семья если есть корова то семья может прожить потому что получает от коровы каждый день молоко из молока можно делать творог масло и так далее можно обменивать и торговать и уже получается какой-то прибавочный продукт как происходил у кавказских народов тот же самый смысл жизни включая тех же самых евреев он происходил от того чем они располагали они располагали вспомните фильм кавказская пленница они располагали от армии овец и вот эти отары овец они и расценивали как источник богатство и источник всей своей мифологии чем заканчивалась жизнь коровы на руси да ничем она становилась старая и из года в год ее просто доели 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 чем заканчивал жизнь овец да ничем их просто каждый год осенью резали часть определенную приносили в жертву и чтобы поесть приносили в жертву жрать то есть один и тот же корень шашлык и вот эта жертва она была тоже как бы для драгоценного гостя на какой-то праздник ну и так далее то есть другая другая система может быть сыры и делали но все это такие овечье сыры это все такое минимальный какой-то продукт а главный продукт это шерсть и естественно мясо вот в чем разница двух подходов поэтому когда читаем русские народные сказки у нас мир сложен коровой зимун из ее молока у нас рот оплодотворил бог рот оплодотворил корову зимун она олицетворяла у нас нашу землю вот в таком коровьем виде а потом корова зимун принесла уже своего сынка бычка вереса почему его иногда называют верес быкович потому что он от коровы зимун а рот ее оплодотворял когда был в образе быка и у них дальше развивались отношения таким образом что когда этот велес пошел на другую какую-то часть реки он на противоположном конце увидел тёлку красную тёлку по имени яга и у них образовался еще новый ребеночек которого мы сегодня знаем как найдено в яслях а ясли это хлев по-русски и в яслях он был уже найден но конечно не бычком но все-таки вот в таком зооморфном виде это и был иисус христос вот она вся эта царская семья рот дед корова зимун бабка их сын верес вереса жена яга и сын еги и вереса это тот самый иисус христос это у нас так было как воспринималась эта ситуация на том же кавказе или на том же самом ближнем востоке но абсолютно также только применительно овцам конечно там не рассказывается откуда пошла земля потому что они просто этого не знали они образовались намного позже и у них не было к этому ну как бы это сказать никаких таких вот мысленных подходов не могли же они сказать что земля это совокупность овец или вот знаете взяли шерсть и из овечьей шерсти знаете сваляли такой валенок который и называли землей а вот ситуация с тем самым христом у них как раз и есть они отталкивались уже от своего быта естественно христа нашли у себя в яслях но уже нашли как овечку овчонка баранчика и этого баранчика они принесли уже к общему столу распяли его как жертву за свои какие-то прегрешения что такое жертва за прегрешение когда приходит в семью раньше приходил в семью какой-то судья он говорил что так вот вы прогневили там там то там то там то с вас вот столько-то денег либо какими-то другими вещами можете отдать и отдавали например там парочку баранчик вот это и была жертва после которой с этой семьи снималась все обвинение это была искупительная жертва для этой семьи вот откуда пошла вся эта мифология по этим самым религиозным понятиям у нас одна у них другая у нас одна мифология один менталитет у них другая мифология другой менталитет сравнивать их можно но они между собой конфликтуют также как конфликтуют наше мировоззрение узкого человека мировоззрение изготовителя мира а у кавказского человека мировоззрение ну какой-то другой пусть они сами себе определяет свое мировоззрение кто-то скажет там в война еще что-то ну пусть сами определяют мне за них не нужно этого делать они сами себя лучше знают